МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ в студии Екатерина Забинько. Здравствуйте. Главный финансовый документ страны рассмотрят сегодня белорусские депутаты. Проект закона о республиканском бюджете на 2016 год поступил в Палату представителей накануне, пройдя до этого длинный путь обсуждений на уровне президента и правительства. Бюджет 2016 сохранит социальную направленность в его основе снижения внешнего долга, повышения зарплат, поддержка многодетных семей, стабильная работа сферы образования и здравоохранения. Также в приоритете повышение производительности, увеличение экспорта и вместе с тем усиление позиций на внутреннем рынке. Бюджет также содержит предложения по совершенствованию налогового законодательства. Правительство профсоюза и наниматели подписали генеральное соглашение на ближайшие три года. Одно из значимых нововведений – условия оплаты труда. Она должна быть не менее двух раз в месяц и не позднее 25 числа. Кроме того, планируется увеличить пособие по безработице. В документе также отражены все обязательства правительства по росту заработной платы, занятости, социальным благам, развитию здравоохранения и образования. Мы будем поощрять все инициативы и работы, касаемые создания рабочих мест на рынке. То есть это сегодня вопросы занятости, перезанятости, они являются сегодня приоритетными и актуальными. Потому что есть модернизация, есть оптимизация. Реально сегодня люди могут выходить на рынок безработных, но сегодня надо, чтобы это и шло с опережением политика. Если мы видим, что там модернизируются, значит, надо людей переобучать, надо людей сегодня перезанятость им предлагать, чтобы люди имели возможность заработка. Белорусские товары отправятся покорять Сибирь и другие дальние регионы Российской Федерации, где продукция наших производителей еще малоизвестна. Продвижением отечественных брендов займется специальный дистрибьюторский центр, созданный в России. Его открытие поможет нарастить взаимный товарооборот. Причем контракты о поставке продукции между партнерами двух стран будут заключаться в национальных валютах. В первую очередь это российский рубль и белорусский рубль. Все-таки две основных валюты. И, в общем-то, тенденция к тому, что они будут где-то даже в паритете. То есть, может быть, 60% российские, 40% белорусские. Такая вероятность есть. Но уход от доллара практически полный. Сотрудничество с Ярославской областью России сегодня обсудили в белорусском правительстве. Определены основные направления взаимодействия. Это фармацевтика, дорожное строительство и сельскохозяйственная отрасль. Наша страна готова построить под ключ кольцевую дорогу вокруг Ярославля. Также в планах реализация совместных проектов по производству лекарств. Новая тема это фармацевтика. Это очень перспективная тема и в России, я думаю, и в Беларуси. Мы тоже готовы представить свой продукт. Готовы вместе производить товары и лекарства Беларуси. Помогать осваивать новые технологии путем участия в этом деле нашего центра трансфертехнологий. В Нидерландах недалеко от Утрихта вспыхнули протесты против строительства центра для беженцев. Там планируется разместить полторы тысячи мигрантов. Переговоры по возведению центра проходили в здании городского совета, однако были прерваны из-за активности протестующих. Они пытались проникнуть в здание. Молодые люди ломали заборы и бросали в стражи порядка бутылки. Несколько активистов арестованы. В этом году в Нидерланды прибыли несколько десятков тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и других стран. Федеральная резервная система США повысила базовую ставку. Теперь она будет колебаться в диапазоне от четверти до половины процента. Это первое повышение с 2006 года. Ставка Федеральной резервной службы – это процент, под который американские банки берут кредиты у центра банка страны. По мнению аналитиков, это повышение было ожидаемым и показывает уверенность Федерального резерва в том, что экономика Соединенных Штатов достаточно окрепла после рецессии 2008 года. Исламское государство тратит на боевиков около 600 миллионов долларов в год. Об этом пишут британские СМИ. Эта сумма составляет примерно две трети доходов террористической организации, а ее численность от 80 до 100 тысяч человек. При этом каждый месяц боевики тратят не менее 20 миллионов на зарплаты иностранным военным. Именно они составляют основу вооруженных формирований. Премьер-министр Испании Мариану Рахой получил пощечину от неизвестного во время предвыборной прогулки по городу Пантеведро. Юноша попросил политика сфотографироваться с ним и после чего ударил главу правительства по лицу. Нападавшего задержали и отвели в отделение полиции. Причины такого поступка сейчас выясняются. Премьер посещал город в рамках своей избирательной кампании в преддверии всеобщих выборов в это воскресенье. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. День белорусского кино. Белые росы, приключения Буратино, про красную шапочку. На этих фильмах выросли миллионы. Всего за почти вековую историю на большой экран вышли более 500 художественных фильмов. Несколько тысяч документальных и около сотни мультипликационных. Вскоре белорусский кинематограф удивит по-настоящему красочными спецэффектами. Снять экшен режиссеры смогут на обновленной студии «Беларусьфильм». Реконструкция крупнейшей кинофабрики страны завершится в конце следующего года. Вот с сентября-октября месяца активно вышло огромное количество рабочих, которые ведут работы отделочные. Параллельно идет работа еще на студии 2000-х павильона и 300-метровый павильон, которые сейчас стоят без крыш, но сейчас их будут накрывать. Событие, которого целый год ждали любители оперного искусства. В Минске уже в шестой раз стартовал Международный рождественский оперный форум. Это своего рода фестиваль премьерных спектаклей большого с участием мировых звезд. «Царская невеста» — первое, что увидели в столице, бессмертное произведение исполнила прима Большого театра России. Сама постановка лично меня удивила, потому что она очень живая, очень естественная, с изменениями с декорацией, с движениями сцены, с характерами, которые для меня лично открылись немножко в ином характере. В принципе, я предполагала, что Марфа — девушка живая и общительная, но в этой постановке наконец-то есть возможность это показать. Продлится форум пять дней. В программе также самая знаменитая французская опера «Кармен» и едва ли не самая новаторская либретта Чайковского «Евгений Онегин». Добавлю на заключительный гала-концерт мировой оперы «Билеты» уже раскуплены. Это все новости к этому часу. О развитии событий расскажем в 13.30. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин